Милостивые государыни Милостивые государы И вы, господа контрмарочники С какой целью появились мы перед вами? Просто мы принимаем участие в пьесе, которая сейчас пойдет И перед поднятием, так сказать, задавица Решили замолвить несколько слов за автора Режиссера и актера Господа, признаться, пьеса это несколько странная Трудная и неблагодарная Как мы воплотим на сцене задуманное автором, мы сами знаем А мысль у автора интересная, красивая и глубокая И мы предлагаем вам, давайте вместе посмотрим, что у нас получилось И не спеша решим, хорошо это или плохо Музыка 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 Когда долго живешь человеком, то не сразу замечаешь главного и существенного в его отношении Заметны только детали И даже лет кропотливого наблюдения, чтобы сделать вывод, что жена очень меня любит Музыка С деталями ее отношения ко мне, мне приходилось сталкиваться и раньше Но я все никак не мог собрать их в одно, стройное и целое А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны Однажды жена лежала на диване и читала книгу А я возился с крахмальной сорочкой Ворот, который с ослиным упрямством оказывался сойтись на моей шее Да сойтись же ты, проклятое белье Да чтоб ты треснула, да чтоб ты лопнула А впрочем, ты уже и сделала это Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю Катя! Зашей петлю Нет, я этого не сделала Как не сделала Иногда ты зашила сам Но ведь я не могу, а ты можешь Да, именно поэтому ты и должен сам сделать Конечно, ну конечно я бы могла зашить тебе эту петлю Но ведь я недолговечна Вдруг я умру Ты останешься одинок И что ж Ничего не умеющий Избалованный, беспомощный Перед какой-то лопнувшей петлей Будешь ты плакать и говорить Зачем? Зачем я не привыкал раньше К этому? Вот поэтому я и хочу, чтобы ты сам сделала это Я сдалился слезами и упал перед женой на колени Боже мой! Как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того невозможного, нестыканого случая Когда тебя не будет на этом свете Чем и как я смогу отблагодарить тебя за твою доброту и заботливость Жена снова взялась за книгу А я сел в уголку Достал иголку И начал зашивать себе сорочку К вечеру Все было исправлено Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не забуду я еще один случай Который с еще большей ясностью Характеризует это кроткое, милое, да смешного, заботливое существо Я получил от своего друга подарок Ко дню рождения Бриллионтовую кулавку для галстука Нет, 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 ты не будешь ее носить Нет, ни за что Господи ты, боже мой, да что случилось, почему я не буду ее носить Нет, твоей жизни будет грозить вечная опасность Эта булавка на твоей груди Слишком большой соблазн для уличных разбойников Они смотрят за тобой Они стерегут тебя вечером Минуту для лавку А тебя уют А что же мне тогда с ней делать? А я уже передумала Я надеюсь переделать брошку Это к моему сынему платью так подойдет Дорогая, но ведь тогда не смогут убить тебя Пусть Ты же ты, лучший, мой любимый, мой единственный А я, что ж я, мое здоровье так слабое Я залился слезами и бросился к жене в объятия О, не прошли еще времена христианских учениц Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее заботливость обо мне схватила в каждой мелочи Всякий пустяк был наполнен трогательной заботой обо мне Вести во всем первой была ее мысль о том Чтобы доставить мне невинное удовольствие и радость Однажды я зашел к ней в спальню И первое, что бросилось... Добро пожаловать! Добро пожаловать!